Здравствуйте, друзья! С вами Владимир Толочко и компания Sao Motors. Приветствуем вас на нашем канале. Ну и сегодня будет очередное поучительное видео. Приготовьтесь, это видео будем снимать примерно 30 дней. 30 дней с момента сегодняшнего до заключения. Подопытный кролик, помнится все, да, то есть это BMW, который мы уже использовали в качестве подопытного кролика, ссылочка будет в описании, просто посмотрите, если никому интересно. И опять же, у нас вот этот подопытный кролик, на котором мы будем проводить очередной опыт. Опыт будет заключаться в следующем. Ребят, все из вас знают, что данные автомобили со страховых аукционов уходят почти в 90 процентов случаев с открытыми окошками, с разбитыми окошками. Вот с запчастями уже здесь подготовили некоторые запчасти, которые мы забросим на заднее сиденье, на переднее сиденье. То есть, как страховая собрала весь мусор, бросила и отправляет. Так вот, данное видео будем посвящать тому, как будет отправляться автомобиль с аукциона в порт. Ну что ж, поехали. Начинаем. День первый. Подготовка данного автомобиля. Сейчас будем открывать стекла. Точнее, вот наша открывашечка. Вы видите, вот такая у нас хорошая. Мы сейчас покажем вам салон, что у нас там. И после этого будем производить вот это все. Открывание стекол, помещение всего вот этого вовнутрь и оставлять на месяц. Ну что ж, день первый. Погнали. Ну что ж, открываем. Вы видите, как выглядит салон. То есть, он, ребят, ну не сказать, что он идеальный, но в нормальном состоянии. У нас нормальная кожа, она вся не такая, не дубовая, да. То есть, после вот этой вот твердости этой кожи, она происходит после того, когда на нее попадает вода, когда она просто стоит с открытыми окошками и так далее. То есть, ну, мы это все покажем. Через месяц вы все это увидите. Здесь мы видим вот так. Здесь, вы видите, все точно так же. У нас, как бы, грязные, как бы, обшивочки, но они целые. Ну а сейчас, что мы будем делать? Мы откроем стеклышки, как это делают на аукционах. Либо разобьем их, как после аварии они происходят. Повредим заднее стекло. То есть, для того, чтобы влага, снег, попадали туда. Ну что ж, наша открывашка. Делаем заднее стекло. Не повторяйте это так. Это, да, то есть, понимаете, нужны очки для этого. Ну, я отворачиваюсь, но закрываю глаза. Форточка. Стекло. Стекло. Ребят, ну, прям как в аварии. Подумайте, что ваш автомобиль там пробит по боковой, по левой стороне. То есть, сейчас вот мы видим, там внутри у нас есть стекла. Позже, что мы сделаем? Мы возьмем вот эти все запчасти, поместим вовнутрь и это оставим на месяц. Каждый день, опять же, напомню, мы будем снимать, что будет происходить с этим салоном и с этим автомобилем. В конце сделаем свои выводы, мы сделаем свое заключение. Сделайте вы. Погнали. Сейчас загружаем это все вовнутрь. Итак, друзья, далее моделируем, что мы моделируем. Смотрите, повезем автомобиль после страховой, да, там разбиты у него стекла, у него разбиты какие-то радиаторы. Вот, к примеру, мы здесь сложили эти радиаторы, сложили какие-то запчасти. Ну, и сейчас, как вы думаете, это все должны упаковывать, страховая компания или там тех, кто убирает, допустим, как у меня, когда у меня была авария, полиция приехала с пожарниками. Они просто брали вот это все, вот так вот, в таком состоянии, вот куски. И никто не парился, да, вот так вот. Забросили. Как вы думаете, что там сохранится? Непонятно. Положили. Вот, алюминиевые бары. Все это помещает нас в салон вовнутрь, вот так вот. Хорошо, если ваш автомобиль на страховом аукционе простоит там неделю, две, три, придет на базу, такую, как наша, и мы здесь что сделаем? Мы все это быстренько достанем, чтобы не убился салон. Упакуем и сложим в багажник, перефотографируя каждую деталь. То есть, потому что здесь, вот в этой куче, ребята, особенно после того, когда вы получаете это со страхового аукциона, вы не знаете, что у вас здесь целое, что не целое. И вам приходится что-то таможить, даже ненужная вещь. А там, когда вы попадаете на такую базу, как наш, мы все сфотографировали нашим клиентам. Да, вот мы сейчас сделаем фотографии, покажем, как это происходит. Показали, и клиент говорит, это нам не надо, это нам не надо, стекла заклеить и так далее. Но у нас-то дело не в этом. Мы показываем, как оно есть, что будет через месяц. Поэтому это все мы что делаем? Ну, забросили. Понятное дело, что не специально, тут что-то не нужно ломать. Они не бросают там специально, чтобы поломать, не порвать. Но, вот так вот это все происходит. Примерно. Не помещается сзади, бросается вперед, на сиденье. Также убирается после всего, после аварии, песок, мусор, стекла. Болитин, принеси, пожалуйста, метелочку. Мы сейчас здесь также все подметем. Все забросим сразу в этот автомобиль. Вот так вот это все закрывая. Подожди, Валик, давай нам этот бампер. И вот в таком вот состоянии это все пойдет в порт. Что в порту, ребят? Во-первых, когда вы приобрели этот автомобиль на аукционе, никто не знает, что там есть. Вот видите, да? То есть мы, как, ну, представьте меня в роли, там, страховой компании, там, аджастера, там, я не знаю, в роли полицейского, в роли пожарников, которые чистили-то все убирали. Нам вот это все не нужно. Мы просто забросили, и все. Ну, допустим, перевозчик, который это все перевозит, он посмотрел, лежит интересная вещь. Она нигде не учтена. Но она интересная, и она может стоить каких-то денег. Понятное дело, что она это может достать. А может не достать, в связи с этого человека, вы же понимаете. Но опять же, если ее нет, а она от этого автомобиля, это ваши деньги, ребят. Приходя сюда на базу, на нашу, вы понимаете, что здесь есть. Вам все перефотографировали, и вы все поняли. Все упаковали. Друзья, а что происходит далее? Пожарная служба, полицейские. Они что делают после аварии? Все вот это, стекла, все это подметают, все это убирают вокруг автомобиля. И все остатки, пластик сломанный, разбитые стекла, слаживают, точнее забрасывают в данный автомобиль. Давай, закачаем. Поэтому вот сейчас мы специально все это подметем, прометем. Покажем вам, как это происходит. И наш первый день подходит к концу. Впереди еще, ребята, 30 дней. Будем наблюдать, как будет меняться салон в данном автомобиле. Что будет вообще меняться с этим автомобилем, когда он стоит с открытыми форточками, стеклами, окнами. Заднее окошко только у нас также нет. Давай, я помогу тебе. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, дорогие друзья, первый день у нас подошел к концу. На этом месте мы оставляем данный автомобиль на месяц 30 дней. И будем наблюдать. Все будем наблюдать, что будет происходить. Каждый день будем снимать. Снимать в сторис, в инстаграм. Кстати, кто не подписан еще на наш инстаграм, подписывайтесь здесь. В фейсбук и так далее. И вы все увидите и сделаете свои выводы. Мы сделаем свои выводы, увидев, что произойдет с открытыми окошками, что произойдет с салоном, с панелью, с электроникой и так далее. Ну а вы, наши уважаемые телезрители, сделайте свои. Оставайтесь с нами. День первый закончен. С вами был Владимир Толочко. Завтра, следующий день.